приветствую всех на канале матковод с вами я юбак игорь моя любимая жена машенька машенька привет привет итак друзья встал я сегодня утром ну и посмотрю думаю как же там отзывы комментарии ну и как всегда люди нашлись которые опять кому-то что-то не нравится но смотрите сейчас я не оправдываюсь перед этими людьми сейчас я хочу показать молодым пчеловодам те которые тоже смотрят ролики им нравится и читают комментарии ну и в комментарии там были вот написано там у тебя мало пчелы в уликах или то или все но они это читают и они не понимают кому верить или как бы это правильно сказать они просто но увидели ролик класс вроде бы поставили прочитали комментарии думают бляха-муха может это все неправильно он делает и что я хотел сказать что хочу сказать вот эти тут пару уликов мы вчера мы вот на этом вчера закончили где 6 рамочек дальше мы не лезли так как в них везде по 8 рамочек те что мы вам показывали ну вы видели там обстиженность гнезд какая была это было вчера почти обед так что пчела была уже большинство большинство в работе и сейчас хочу вместе с вами увидеть поднять корпус сколько там пчелы просто ну потому что где те начинающие пчеловоды которые смотрят на мои ролики и видят например на вчерашний день какое какая была ну там какая была обстиженность а кто-то пишет что как бы мало там пчелы и ну чтобы они могли понять чем мало у меня было пчелы чем немало потому что я знаю что вчера половина пчел было ну в работе потому что пенополиуртаны улик люди это не деревянный улик тут пчелы позволяют себе большое количество вылетит за нектаром и за пыльцой тут больше вылетает и соответственно пчел вули в рабочий день меньше ну и давайте посмотрим давайте вот посмотрим я подниму корпус и посмотрим посмотрим что да как машенька ты стать дальше видим видно 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 все видно что может может тут надо стрясти как один человек написал стрясти надо может но туда чуть немного меньше горит у тебя там не на 8 в рамках на это же не буду смотреть зачем дальше смотри ну просто чтобы когда человек писал там надо стрясти друзья я ничего трясти не буду я еще раз повторяясь перед ним не оправдываюсь я хочу молодые пчелы лучше вы понимали что пчела чтобы в мали альтернативу потому что читать отзывы и там такие негативные я для вас это делаю не для тех умных потому что они меня уже надоели честно скажу так уже вот тут не сидят те умные которые только дают советы а в итоге но ничего не делают а я ребята работаю стараюсь и и и хочу чем-то поделиться с вами вчера те улья которые я сделал ревизию которых я сделал ревизию на мой взгляд вот эти два были самые как бы ну из тех которых я лазил и вам показывал были ну самыми такими на мой взгляд самыми такими ну набитыми скажем так сейчас увидим как тот ну вот видим сколько пчел и 11 апреля а кому-то вчера тут пчелы было мало нового видите все видно уже чтобы ну вот а как а как вот ребятам показать чтобы они уже понимали чтобы перестали слушать этих завистчиков действительно они по ходу завистчики и что я хотел сделать чему я сюда пришел я это специально пришел для вас пока пчелы не летают чтобы показать ну показать вам и также я взял смотрите ребята взял три корпуса три корпуса суши 145 суши так сейчас я вам покажу купал 145 такая сушь она у меня с разделителями и и хочу хочу поставить это ради эксперимента ребята хочу поставить в эти две семьи для меда и вот наверное эту поставлю вниз корпус под под пыльцу увижу говорят есть такое есть ну когда-то читал или смотрел ролик что пыльцу они носит как бы вниз это будет эксперимент ребята я так еще не делал это будет эксперт я подниваю под низ его положу и увидим как она будет работать но друзья что хочу сказать я занимаюсь коми решетками еще не работал нормально я с ними не работал и тут от вас прошу совета прошу от вас советов я вот взял две на мед ну правда я вижу эта проблема потому что они скручены объясните мне ребята как она должна стоять вот так на на пальцах или она должна стоять внутри это я прошу тех людей которые работают ганимановской решетками ну и вообще насколько это хорошее или нехорошее это от вас просьба мне посоветовать уже прошлый год когда ну у меня мало этих было я оставил просто без занимательских решеток и некоторые матки за поднимались и сеяли тут что мне доставляла но определенный дискомфорт и я вот решил все таки их ставить ну перед тем как покупать и вот эти решетки но я прошу вашего совета как 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 с этим правильно работать ну давайте ребята я сейчас попытаюсь положить как-нибудь мы наверное отключимся так как но не получится у нас снять вам это все ну нижний корпуса верхний я покажу нажми на паузу так друзья ну этот поставили корпус этот поставили корпус и поставим сейчас наверх подмет ребята если кто-то так работает вот по сбору пыльцы ну как я там поставил перги то прошу от вас тоже рекомендаций поэтому правильная ли делаю ну и поэтому вот поставил я так значит так нет давайте это я почищу сначала дверь мы поднимем прошу ваших рекомендовал желательно если друзья если действительно хотите помочь вот подсказать в этом был на комментарии все чем дальше тем меньше времени хватает отвечать так что прошу может можем не перезвонить и объясните потому что она потому что сами ну понимаем все сезон начат сезон на чем может другу этот корпус так может тут друг нет ну нажми на паузу и так друзья получилась такая башня будем за ней вместе наблюдать ну сейчас ставлю еще в другую семью другую семью ставлю и тоже так ну ладно машенька нажми на паузу чтобы мы времени затягивали ролик и так друзья ну а деле думаю на этот комментарий ответил чтобы ребята молодые пчеловоды чтобы не расстраивались если тоже она увидит у себя какую-то картину там ну чтобы было им чем сравнить чтобы они понимали ребята эти улья еще повторяюсь раз эти улья они работают не как деревянные тут большой объем пчелы главное еще чтобы была здоровая пчела она чтобы была генетически здоровая чтобы не была возможность была такая возможность тогда будет работать так как надо тут больший объем пчелы позволяет себе вылететь на сбор чем в деревянном уле так как тут температуру поддерживать необходимую температуру для поддерживания гнезда надо меньшее количество пчел из-за этого и больше большое количество пчел идут на на работу ладно друзья сейчас еще продолжим ролик еще на еще один комментарий но это уже в другом месте продал итак друзья ну вот отвечаю на второй комментарий ну вчера писали почему тянут языки вот видите как тут и написали мол это пустые улик который мы меня и написали мол ну не стандартный улик ну и хоть или не стандартные рамки значит вот рамка ну чтобы опять же там ребята понимали почему тягнуть может тянуть из-за того что из-за того что пчелы там достаточно и пчелам свойственно тянуть может там достаточно молодой пчелы у которой выделяется воск его куда-то надо надевать а не просто ронять его на дно и выкидывать может из-за этого тянут они из-за того что улик неправильных размеров ладно вот рамка друзья 300 430 верхний брусок 470 все как должно быть так значит кладем сюда тутки 470 вот тут немного налипла носу 470 где-то 3 обычно но 23 ну тут мир между рамками что рамочка залезает нормально и удобно значит внутри между этим и этим 455 455 соответственно значит есть эту 430 остается 20 25 миллиметров это по бокам 12 миллиметров но вот тут между рамками получается по 12 миллиметров тут 12 и тут 12 и значит подрамочное пространство получается три сантиметра 4 сантиметра видите видно 4 сантиметра получается как вот чтобы до всех дошло тут идет практически заподлицо с пальцем а самое продрамочное пространство получается ну вот это вот она вот три с половиной там 4 сантиметра так что ребята улик стандартный улик стандартный рамка у меня стандартные а языке они тягнут просто из-за того что у них есть достаточно уже молодой пчелы тут и ну им там тепло лучше чем в деревянном из-за этого они там тянут до это на мой взгляд недостаток но он в этих улик присутствует но это не показатель того что тут что-то нестандартно это показатель того что пчелам комфортно и они работают это молодые пчел потому что старые пчелы воск не выделяют ну может и выделяют там я не знаю я не профессор не знаю я знаю что у молодых чем интенсивно выделяется воск и соответственно есть молодые пчелы есть выделение воска есть языки все ребята вроде бы ответил на все комментарии так что буду на сегодня заканчивать еще раз повторяюсь это я не спереди кем не оправдывался это именно для новичков может кто-то хотел тоже купить такой улей а ему там написали что это не стандартный улик ну в комментариях и он теперь задумается об этом может его не покупать так что ребята улик стандартный и и рамки у меня стандартные так что все нормально ладно друзья буду заканчивать на сегодня кому нравится ставим класс кому не нравится дизлайк подписываемся на наш канал все всем пока пока